Демонстрация Демонстрация Да, слушай, еще прям буквально пару вопросов тебе Скажи, вот Ну, во-первых, хочется поздравить тебя Хотя бы в видео С рождением все-таки ребенка Это такое событие большое Наверное, дает каких-то сил для того, чтобы двигаться дальше Ну и, конечно же, поблагодарить за экскурсию Которую ты делал, потому что, друзья Я смотрел вживую, как работает фулфилм Благодаря Алексею, прям поэтапно Конечно, ощущения другие Ты понимаешь, насколько это круто, когда Не нужно на себя все это замыкать Что лучше отдавать такие вещи реально на аутсорсинг Я закончу Хорошо Логическая интернет-торговля Соответственно, фулфилм-центр изнутри Я, в принципе, не знал, как бы лучше Ориентировать эту презентацию Больше на людей, которые хотели бы заняться Фулфилм-том, или же людей, которые хотели бы Отдать эту услугу на аутсорсинг В принципе Будет полезно и тем другим знать Потому как, если люди хотят отдать Процессы на аутсорсинг Соответственно, им важно понимать Что происходит в фулфилм-центре И, в принципе, иметь какие-то Реперные точки для того, чтобы сравнить Понимать, что это за партнер Как он работает А для тех, кто, собственно, хотел бы заняться Фулфилм-то, тоже есть полезная информация Итак Давайте приступим к презентации Презентация Маленькая такая предыстория В принципе, что бы ни происходило В российской действительности Последние, там, 20 с лишним лет Интернет-торговля растет Дорожает бензин И интернет-торговля растет По оценкам экспертов Доля интернет-продаж В общем объеме ритейла В 22-м году превысила 9% И это прям Ну, хороший рост Чуть позже скажу С чем еще было это связано Но вот сама по себе тема e-commerce Интернет-торговли Она перспективная И перспективная также тема Фулфилм-то Потому что если e-commerce растет Кто-то должен его, собственно, обслуживать Когда говорят о фулфилм-то Когда говорят о том Как интернет-торговля, собственно, работает Представляется себе некий склад Вот склад обрабатывает заказы Что такое склад? Такая черная коробка Заказы обрабатываются на складе Многие Как бы сказать Не самые последние эксперты В области логистики Традиционной логистики Думают, что это Ну, в принципе, все понятно Потому что в Фулфилм-то В логистике интернет-торговли Ничего сверхсложного И какого-то сверхнового нету Все те же самые процессы Прием, хранение Размещение на хранение Комплектация Упаковка Маркировка Отправка И обработка возвратов Все то же самое присутствует И на оффлайновых складах Проблема в том, что все это Гораздо мельче И, соответственно В смысле мельче Необходимо собирать заказы Индивидуальные И, соответственно Подход совершенно другой И здесь куча нюансов Прячется как раз В этом черном ящике Ну, о процессах Я немного рассказал Основных шесть процессов Прием товара Поставщиках Хранение товара Комплектация заказа Упаковка Маркировка Отслеживание заказа Приема платежей И обработка возврата Причем, на самом деле Приема платежей С каждым годом Становится все менее Актуальная тема По причине того, что Доля предоплатных заказов Растет И, в принципе, это не может Не радовать В силу того, что Один из больших тормозов Развития интернет-торговли В свое время был Это как раз Постоплата Потому что Заказ, ушедший к клиенту Он уже фактически Является деньгами Предпринимателя А деньги предприниматель Не получает от клиента Пока, собственно До клиента Этот заказ не доедет И, соответственно Не будет выкуплен Этим клиентом Когда у нас Пропорция Постоплатных заказов Вставляла там Более 80% Это была значительная Такая проблема Для Интернет-предпринимателей Сейчас это В большей степени Соответственно Решаемая задача Потому что Люди уже привыкли Платить Безналичным способом И все чаще Заказывают предоплатно Вот этот Замечательный человек В принципе Компания Prologis Одна из крупнейших Компаний Которая занимается Работает С складами По всему миру И, соответственно Имеет самое большое Самое большое количество Квадратных метров В управлении Привели они исследование И, соответственно Этот человек Озвучил Это исследование Которое было проведено Еще Сколько получается Больше пяти лет назад Что Фулфлинг-центр Отличается От Центров Традиционной логистики Тем, что используют Как правило Площадь Три раза больше Чем дистрибуционные Центры Традиционной розницы И, соответственно При этом Оперирующие Тем же самым количеством И это не только В складских площадях Отражается Это отражается Также и На количестве людей Которые работают На этих площадях Ну Ни для кого не секрет Если посмотреть Различные Там Видео Экскурсии Сходить На склады Фулфлинг-центров Таких Такие Фулфлинг-центры Как Яндекс Вайлбрис И так далее Можно услышать Что там работают Тысячи и тысячи человек Соответственно Безусловно Это несколько Иные Процессы Это совершенно Иные Процессы Нежели В оффлайновой Торговле Так в чем же Собственно Разница Разница Она заключается В том Что товар На складе Фулфлинг-центров Должен Доступен Для поштучной Комплектации И чем больше Ассортимент Тем больше Полок для хранения Требуется Для того Чтобы выложить Этот товар Для поштучной Комплектации А все мы помним Что интернет-торговля Это торговля С бесконечной Полкой То есть Каждый интернет-магазин Каждый маркетплейс Старается представить Как можно Больший ассортимент Товаров И если Электронная полка Там Интернет-магазин Или маркетплейс Она действительно Бесконечна Можно размещать Какое угодно Количество Товаров То Физические габариты Склада Они все-таки Конечны И здесь Приходится искать Множество компромиссов Как бы этот товар Разместить Как бы его Соответственно Обработать Всем этим делом Заведует ВМС-система 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 Система управления Складом На самом деле Это гиперсложная штука Она гиперсложная штука И в плане Традиционной логистики Но в части Фулфилмента Это прям Очень и очень Как сказать Очень и очень Сложная Система Которая Отвечает В режиме Реального времени О том Сколько товаров На складе хранится Как они двигаются В какие заказы Пойдут То есть это Очень сложный Механизм Который В принципе На рынке Слабо Представлен У нас есть Партнерская компания Которая Занимается Развитием ВМС-системы И эта компания Заходила на Рынок Соединенных Штатов Америки И с удивлением Для себя Обнаружила Что На рынке Америки Существует Ну это не с удивлением То что Существует Множество Точнее Тысячи Преп-центров В Соединенных Штатах Но с удивлением Для себя Обнаружили Что Эти множество Преп-центров Множество Работают Не под управлением Каких-то ВМС-систем А банально На Google Табличках Точнее На Excel Табличках И это Прям Интересная Была история И происходит Это не по причине Того Что Это удобнее По причине Того Что Должного Инструмента Не только Отвечающего Требованиям По Своим Характеристикам Но и По Деньгам На рынке Просто Не представлено Конечно На данный момент Они Такие продукты Появляются Не только Тот продукт Который Представлен Нашей партнерской Компанией Но и Другие Но тем не менее Факт Остается Фактом У нас Также На рынке Множество Преп-центов Работают Не на ВМС-системе На учетных Системах Таких Как Мой Склад Которые Не позволяют Вести Как сказать Движение Товаров А вести Только Учет Товаров Которых Имеется На хранении Соответственно Совершенно Иные Системы Приходится Немного Изгаляться И думать Как бы Это дело Устроить Но Важно Понимать Что Автоматизация Фулфилмент Это Самый Важный Момент По причине Того Что Процессов Много И Каждый Процесс Имеет Свою Себестоимость А Фулфилмент Это история Про Миллиметры Секунды И Про Копейки Чтобы Быть Эффективным Необходимо Оптимизировать Все свои Процессы И это Позволяет Только Именно Полная Автоматизация Этих Процессов Так вот Возвращаясь К российскому Рынку Интернет Торговли Который Постоянно Растет Мы Фактически В пандемию Словили Клюшку Роста Интернет Торговли В 2020 Случился Просто Ажиотажный Спрос На Макплейсы Макплейсы Росли Очень Высокими Темпами И Данная Тенденция На данный момент Сохраняется Макплейс Является Двигателями Роста Интернет Торговли И двигателями Развития Вообще В принципе Икомерс В России И Фактически Этот рост Он Как бы сказать Он Двоякий Такой В том смысле Что он Может быть Воспринят Как хорошо Так и плохо Хорошо В том смысле Что Макплейсы Приучают Людей К интернет Торговля Макплейсы Создают Привычку Покупки Онлайн Но В то же время Они Имеют Ряд Минусов Для Брендов И интернет Предпринимателей Заключающихся В том Что Фактически Они Обезличивают Продажу То есть Макплейс Как Место Продажи Какого-то Бренда Небольшого Или развития Небольшого Бренда Это Практически Исключительная История Потому что Человек Приходящий На Макплейс Он В меньшей Степени Ориентируется По бренду В большей Степени Ориентируется По цене И Соответственно Рассчитывает На лояльность Такого Клиента Рассчитывает На то Что он Вернется К Покупке Этого Бренда В дальнейшем Грубо говоря Не приходится Либо Будет Стоить Больших Денег Связанных С Развитием Своего бренда В рамках Макплейса И Кроме Всего прочего Макплейс По примеру Того же Самого Амазона Который Является Прородителем Всех Макплейс Там В мире Берет На себя Коммуникацию С клиентом Обрезает Коммуникацию От Собственно Продавца Соответственно Выстраивать Какую-то Лояльность И Высчитывать Какое-то ЛТВ Клиент Грубо говоря Не приходится И Многие Интернет Магазины На данный момент Бренда Задумываются О том Что Ну Наверное Нельзя Так огульно Бросать Свои продажи Свои интернет Магазины Переходить Сразу Полностью На Макплейс И Необходимо Все-таки Держать Такую-то Лояльную Аудиторию У себя А здесь Знаешь Наверное Еще Другая Штука Что Могут Спилить Какие-то Тебя Акции И так Дали Много Минусов Есть Я Наверное В поддержку Твоих Лов Скажу Что Общаясь С предпринимателями Такими брендами Которые Немножко Расти Начинают Они Все-таки Используют Для слива Стока Больше Потому Что Остальные Проблемы Трудно Обезличивание Контактов Нет Использовать Лишь Не как Телеком Бизнес Как Канал Продвижения Своя Продукта Да Даже Не канал Привлечения А именно Сброс Стоков То есть Это В никуда Ты не знаешь Этих людей И не сможешь Выстраивать С ними Какую-то Коммуникацию В дальнейшем То есть Выстраивать Тот самый Лайфтайм Велью Который Был Интересный Клиент То есть Выстраивать Бренд Концепцию Необходимо Конечно Будет Выстраивать Отдельно Но Еще раз говорю В 20-21 году Все кинулись С маркетплейса Не смотрели Стоки Не стоки Просто-напросто Осваивали Вот эту Нишу И вот Сейчас Задумываются Стоп Стоп Давайте Мы будем Только стоки Делать Потому что Мы теряем Связь с клиентами Мы теряем Маржинальность Нашего бизнеса Потому что В конце концов Мы даже Теряем Возможность Как-то Контролировать То же самое Ценообразование Особенно В акции Ну Давайте Немножко Поподробнее Про это Поговорим Вообще В принципе Меркетплейсы И Ну Как бы сказать Они возникли Там Тоже самое В 2005 году На базе Амазона Амазон Решил Что Свою витрину Даст На Откуп Другим Интернет-магазинам Другим Продавцам И Давайте Продавать На моей витрине Товары С Течением Времени Мерчантов На витрине Собралось Собственно Исполняли Свои заказы Своих складов А В это время Амазон Семимильными шагами Развивал Собственную Складскую Инфраструктуру Строил склады Просто Бешеными Темпами Но при этом Эти бешеные Темпы Сильно отражались На их Прибыльности Точнее На их Убытках Склады Строились А стояли Пустые Потому что Сразу Быстро заполнить Их Было достаточно Проблематично А задний Заполненный склад Это всегда Большие Издержки Как можно Эти издержки Убрать А давайте У нас есть Большое количество Мерчантов Витрины Давайте мы Заведем На наши Склады С их товарами И таким образом Склады заполнятся И издержки Переложим На плечи Наших мерчантов Все было В принципе План замечательный Было только одно Но Сам по себе Амазон Изначально Это интернет-магазин И строился Под себя То есть Весь товар Который приходит На Амазон Он принадлежал Амазону Поставщикам Амазона Амазон Знал Что Какому Поставщику Какому Принадлежит Этот товар И Грубо говоря Для себя Выводил Следующую Аксиому Что Товар Имеющий Один Штрих-код Идентичен Другому Такому же Товару Имеющему Такого же Штрих-код То есть Я могу Положить Два Одинаковых Товара С одинаковыми Штрих-кодами На одну Полку Все было бы Ничего Но в 2011 Году Разгодился Там Большой На складе Амазона В качестве Одного Из мерчантов Были Два Таких Диаметриально Противоположных Мерчанта Один Торговал Реальными Сумками Луи Виттон Собственно Это и был Луи Виттон А второй Мерчант Торговал Репликами Луи Виттон Причем Репликами Настолько Точными Что Даже Штрих-код У них Был Один и тот же При этом Конечно же Этот Мерчант Честно Признавался Что продает Реплики Соответствующая Цена Была Достаточно Низкая Все было Хорошо Ровно до тех пор Пока Кто-то Не получил Несколько Неподдельный Вернее Несколько Ненастоящий Луи Виттон Большой Скандал Суд И прочее Амазон Выплатил Компенсацию Пообещал Что Будет бороться С фейками Что Теперь Никаких Реплик Не будет Все будет Только честные Честные Товары И Соответственно Обязал Продавцов Мерчантов Маркировать Не уникальные Товары То есть Если товары Ранее Были На складе Амазоны Приняты Под определенным Штрих-кодом То Второй Мерчант С таким же Штрих-кодом Зайти на этот Меркетплейс Не мог Без Перемаркировки То есть Он мог Зайти с этим Товаром Но Тогда он Должен был Присвоить Этому товару Новый Штрих-код И только Тогда Он мог Зайти Вот Таким Образом В Америке Возникла Целая Отрасль Преп-центров Потому что Понятное Дело Товаров Определенное Количество Мерчантов Желающих Им торговать Гораздо Больше И Многие Мерчанты Торговали Одинаковыми Товарами На Витрине Амазона И Соответственно Им Необходимо Было Перемаркировать Свой Товар Причем Это перенеслось И на нас На Российский Рынок Вроде бы Мы Развиваться Начали Несколько Позже Могли Учесть Все те Ошибки Которые Были У Амазона Сразу Построить Систему Которая Решила Эту Проблему На Орне IT То есть Ввести Такое Понятие Как Мерчант В ВМС Систему В IT Окружение Для того Чтобы Различать Товары Не Перемаркировывая Но Решили Пойти По пути Амазона В точности Следуя Этому Пути И Не придумывать Каких-то новых Вещей Дескать Амазон Так Сделал Значит Мы Будем Делать Так же Поэтому В Россию Перекочевали Все те же Самые Истории Точно Так же В России Если Кто-то Зашел С штрих-кодом На Сайт Мертиплейса То Второй Мерчант С таким же Штрих-кодом Зайти На него Не может И ему Необходимо Перемаркировывать Этот товар При этом Доходит До Смешного Если Ты даже Являешься Производителем Этого товара Но Кто-то Из твоих Покупателей Кто У тебя Купил Этот товар И Соответственно Решил Зайти На Мертиплейс Раньше Тебя Может Заблокировать Продажу Твоего товара Под собственным Штрих-кодом Придется Тебе Перемаркировать Конечно Сейчас Появляются Различные Арбитражи На Мертиплейсах Люди Доказывают Что это Их Штрих-код Это их товар Они являются Производителем Поэтому Необходимо Мертиплейсу Готовят Товар Для Размещения На Складах Мертиплейсов Это схема Взаимодействия С Мертиплейсом Когда Заказы Сформированные На витрине Площадки На витрине Мертиплейса Комплектуются В Фулфинт Центре Преимущество Для Мертиплейсов Как сказать Заключается В том Что Они могут Использовать Всю Логистическую Инфраструктуру Мертиплейса Начиная От склада Заканчивая Последние мили И возвратами Сложности Ну Соответственно Это требования По маркировке Как я уже говорил Маркировка Перемаркировка Упаковки До упаковки Товара Это требования По маркировке Упаковки Поставки То есть Ты Собрать Товары На Мертиплейс Должен В определенный Короба В определенный Образ Сложить Короба На палеты И определенным Образом Их Отмаркировать И соответственно Требования По доставке На склад Мертиплейса заказать пропуск, вовремя приехать, вовремя сдаться. В общем, там очень много маленьких, но очень скользких нюансов. Такая схема, в принципе, хороша, Ром, до тех пор, пока ты правильно ведешь свой бизнес. Как я уже говорил, в пандемии многие кинулись продавать свои товары на маркетплейсах, закидывали много товара, дескать, это модно, стильно, молодежно, но столкнулись с тем, что товар начал застачиваться, то есть оставаться большое количество на остатках. Я являюсь представителем фулфинт-центра, то есть я исполнительный директор фулфинт-оператора и воркер, и я могу сказать совершенно точно, что в моих интересах, чтобы мои клиенты не хранили товары у меня на складе фулфинт, потому что в принципе склад фулфинт – это не склад вовсе, это не про ответственное хранение. Мне интересно, когда товар быстро оборачиваемый. И точно так же интересна такая история всем складам фулфинт-маркетплейсов. Им интересен быстро оборачиваемый товар, потому что чем больше они заказов исполнят, тем, собственно, эффективен их труд. Но для того, чтобы больше товаров отправлять, товар, собственно, не должен занимать место на полке. А если товар лежит на полке очень много, у тебя, соответственно, места мало, и ты становишься ограничен в количестве заказов, которые ты способен обработать. Поэтому маркетплейсы придумали приходить к мерчантам и говорить о том, что слушай, твой товар засточился, нам необходимо с тобой провести распродажу. Давай-ка мы поставим на твои товары скидку. И причем эта история, она, как сказать, односторонняя. То есть это маркетплейс приходит и расскажет о том, что будет скидку делать на товар мерчанта. И это находится в соглашении с маркетплейсом. То есть маркетплейс в своем праве поставит скидку на чужой товар. Доходит до того, что в сезон распродаж скидка на товар может даже быть выше себестоимости самого товара. То есть это существенное неудобство. Кроме всего прочего, когда вы поймете, когда мерчант поймет, что он засточил свой товар на маркетплейсе, он вряд ли сможет эту ситуацию исправить, кроме как распродажи этого товара. Забрать товар со склада фулфинмента – это практически неразрешимая задача. То есть я знаю лишь единицы примеров, когда кому-то удавалось товар со склада фулфинмента забрать. В смысле со склада фулфинмента маркетплейса забрать. Леш, обычно знаешь, как выкупают. Причем делают как? Ставят акцию минимальную, чтобы выкупить. А есть еще жулики, которые смотрят, что товар упал, а не твой товар могут по такой низкой цене выкупить тоже. Ну так это, опять-таки, обходные пути, которые весьма рисковые и, в принципе, они получаются весьма затратные. Даже если ты будешь покупать собственный товар, ты заплатишь комиссию маркетплейсу. То есть это выйдет весьма недешево тебе в любом случае. Поэтому один из минусов такой схемы заключается в том, что ты фактически в заложнике отдаешь свой товар. Хорошо, если он у тебя хорошо продается и хорошо, если там не приходится его под давлением маркетплейса распродавать. Или же он не попал под распродажу сезонную какую-то. Но есть другие схемы. Тот же самый Амазон в момент, когда у него, как сказать, пошло все хорошо с теми же самыми мерчантами, у него склады перестали быть пустыми. И строительство складов и ввод новых складов стал не поспевать за объемом товаров, которые Амазон готов был обрабатывать. Поэтому Амазон для своих мерчантов вел новую программу. Программа FBA, Fulfillment by Amazon. То есть если вот эта вот схема FBM, Fulfillment by Amazon, это как раз вот, извините, пожалуйста. FBS, by Seller. Не-не-не. FBA, это вот как раз предцентр. То есть Fulfillment by Amazon, когда он заставил мерчантов прийти к себе на склад. А ввел он, соответственно, Fulfillment by Merchant, FBM. Ну, как раз эту аббревиатуру у нас на вооружение не взяли, потому что слово Merchant у нас несколько дико на нашем рынке и исторически относится на российском рынке больше не к банковской сфере. Мерчами в банковской сфере обзывают различных ритейлеров, которые подключены к эквайрингу. Так вот, FBS принес к нам... Озон. Они расшифровали FBS, вернее FBM под себя как Fulfillment by Seller. Вот. И, собственно, что такое схема FBS? Это схема взаимодействия с Marketplace, когда заказы, сформированные на витрине Marketplace, комплектуются уже Fulfillment центром продавца. Амазон таким образом разгрузил свои склады и начал фактически играть этими схемами. Они изменяли комиссии FBM и FBA. Делали то там, то там выгоднее условия. И таким образом, соответственно, регулировали загрузку собственных складов. То есть, когда нужно, выпихивали товар со складов вовне, на другие склады, когда нужно. Соответственно, когда у них появлялись новые свободные площади, подкручивали, чтобы люди внесли товар непосредственно к ним на площадку. Но, что же такое FBS для мерчанта? С одной стороны, это, как бы сказать, опять-таки тоже непостоянная история, потому что комиссия может в течение времени меняться. Но, тем не менее, FBS для Marketplace, Marketplace всегда делает FBS несколько невыгодным для мерчанта по сравнению с FBO, с PrEP. То есть, FBS менее выгоден, он имеет большую комиссию, но при этом мерчант не ограничен в ассортименте, вернее, не ограничен в объеме товаров, с которыми он работает. То есть, даже не так. Смотрите, представим себе, что у меня есть тысячи номинований какого-то товара, тысячи мобильных телефонов. Вот у меня есть граничное количество, вот у меня есть партия. Я могу эту партию раскидать по двум-трем разным Marketplace. Могу либо в один засунуть Marketplace и там, как бы сказать, сложить себе яйца в одну корзину, а могу попытаться работать с несколькими Marketplace. Допустим, с четырьмя. Там возьмем Ozone, возьмем Яндекс.Маркет, возьмем Сбер Мегамаркет и возьмем, соответственно, Wildberries. Вот мы на четыре Marketplace распределили нашу тысячу мобильных телефонов, раскидали на эти Marketplace по 250 штук в каждый. Но никто не застрахован того, что в Wildberries эти смартфоны у меня застопрились в продаже, на Ozone пошли и там на Яндексе со Сбером ни шатка, ни валка идут. Вот у меня уже кончился запас товара на FBO Ozone, а на остальных площадках у меня, соответственно, оверсток, и ко мне приходит Marketplace и говорит, давай делать скидку тебе на эти телефоны. По факту прибыльный канал, который у тебя продается, ты не можешь на него поставить, потому что у тебя стоки зависли, ты вынужден уходить в минус. А не знаешь, что часто еще делают, когда по FBS, ну, когда на складе продавца рандирование товара влияет, да? Если на складе, например, Marketplace, то в выдаче товар будет выше находиться. Если на твоем, то ниже. Там такие тоже инструменты хитрые применяют. Но это, опять-таки, инструмент, применяющийся по случаю. То есть это не постоянные инструменты. Когда у них возникнет, допустим, перегруз по складу, они его поменяют в другую сторону, чтобы люди, мерчанты, вывозили свой товар на другие склады. То есть это инструмент. То есть все эти вот вещи – это инструмент для того, чтобы склонить мерчантов к той или иной схеме продажи. Но преимущество FBS заключается, помимо всего того, что ты не засточишь на каком-то складе свой товар заключается в том, что ты можешь, в принципе, гибко подходить к своему товару. То есть ты можешь исполнять заказы только тех площадок, на которые, собственно, были сделаны эти заказы. То есть ты можешь, не завозя товар на те же самые Озон, Яндекс, Сбер Мегамаркет и Вайлдберрис, исполнять эти заказы непосредственно своего склада, при этом обслуживая еще и собственный интернет-магазин, не мультиплицируя вот этот вот сток. Но сложности тоже есть достаточно большие. Это и транспортное плечо, которое ложится уже тогда на плечи мерчанта. То есть он не может воспользоваться логистической цепочкой мэкетплейса и вынужден уже сам готовые заказы ввести на склад, точнее не на склад, а сортировочный центр мэкетплейса. То есть мэкетплейс при этой схеме до конца мэрчанта не отпускает, он все равно заставляет его пользоваться своими инструментами. И в данном случае это последние мили, соответственно, заказы требуют они ввести на собственный распредцентр, где, собственно, эти товары дальше разводятся теми или иными путями. Конечно, есть еще одна схема, которая здесь не упомянута. Это схема DBS или же в Азоне называется RealFBS, когда заказы, полученные на площадках мэкетплейса, собранные на складах фултинута мэрчанта, могут и отправляться определенными доверенными. Вот эти схемы работы с мэкетплейсами. Это, как сказать, самая сейчас популярная тема, но тем не менее давайте все-таки поговорим о логистике интернет-торговли и, собственно, самом складе фултинута. А что же там происходит внутри? Что же вот в этой черной коробочке, которую знатоки, только знатоки знают, что внутри. На самом деле это достаточно простая история. Как и любой склад, это прежде всего места хранения. Хотя еще раз повторю, что вклад фултинута – это не прохранение вовсе. Для склада фултинута хранение – это прежде всего инструмент, с помощью которого, точнее не инструмент, а ресурс, с помощью которого я могу производить операцию. То есть что такое фултинут? Я исполняю заказы, я беру, допустим, заказали три вещи, я беру эти три вещи, объединяю их в один заказ, кладу в одну упаковку, маркирую, упаковываю, маркирую и, соответственно, отправляю. Но для того, чтобы эту операцию сделать, мне нужно, чтобы у меня на полках лежал товар. И, соответственно, лежащий на полках товар – это ресурс для того, чтобы я производил эти операции. Чем больше у меня таких полок, тем больше ассортимент товара, с которым я могу работать, и тем больше, соответственно, заказов, которые я могу, в принципе, обрабатывать. И важный момент, чтобы у меня этот товар на полке не лежал, потому что если товар низкооборачиваемый, если он, собственно, не уходит со склада, значит, он занимает место другого высокооборачиваемого товара, значит, я просто-напросто не получаю те заказы, те операции, которые мог бы производить. Ну и прежде всего, соответственно, самый важный атрибут любого фултинут-центра – это, конечно же, адресное хранение. Адресное хранение – это самая необходимая вещь, которая должна быть на складе фултинут, потому что если фултинут работа с большим ассортиментом, то важно понимать, что быстрый подбор товаров – это альфа и омега фултинут-центра, а подобрать быстрый товар можно только, если ты точно знаешь, где он лежит. Конечно же, на маленьких складах точно знает, где лежит, может, и дядя Вася, но дядя Вася, который принимал товар и положил это на определенную полку, может заболеть, может не выйти на работу, и до чего угодно с ним может случиться, и может, в принципе, забыть, в конце концов. Очень часто я ездил на склады и видел ситуацию, когда, ну, принимали где-то сюда. То есть я, честно говоря, был уверен, что на многих крупных складах у нас в России присутствует адресное хранение, но даже такая вот элементарная вещь, как адресное хранение, к сожалению, да, на складах не присутствует. На складе фултинут это просто обязательная вещь. На складе фултинута должен быть выстроен поток материалов. Что такое поток материалов? А, собственно, это такой ручеек, по которому текут товары на складе. То есть они заходят на склад, они, соответственно, проходят различные зоны, и, в конце концов, они покидают этот склад. Важно понимать, что такие зоны должны идти последовательно, такие зоны не должны, как сказать, пути товара не должны пересекаться, зоны не должны пересекать, пересекать, не создавать пересечение путей товара для того, чтобы не создавать возможных ошибок, связанных как с наличием, так с учетом товара, так вообще, в принципе, с такими вещами, как засыл отправлений. То есть важно, чтобы все это было выстроено в едином таком непрерывном потоке. Во-воу, у меня экскурсия как раз по потоку была, я вспомнил, похожая очень схема. Ну да. Ну, основные зоны, которые есть на складе Fulfillment, это, конечно, зона приемки товара, буфера хранения, зона палетного хранения, зона ячеистого хранения, зона сортировки, зона упаковки, зона отгрузки. Есть отдельные такие специфические зоны, как зона батчевого подбора, зона приемки возврата, естественно, зона брака. Важный момент, вот тут в серединке есть такая хорошая зона батчевого подбора, или же партионного подбора. Как я уже говорил, Fulfillment Center, это любит товары, которые быстро покидают склад, но самые любимые клиенты, самые любимые товары, это товары, которые придут на склад и сразу же уходят. Вот зачастую могут быть клиенты, могут быть товары, которые даже и не хранятся на складе, то есть даже не принимаются на хранение, не размещаются на хранение, а располагаются в определенной зоне, где тут же собираются заказы, тут же отсортировываются заказы и уходят. Важный момент, если вы смотрите на Fulfillment Center или строите собственный Fulfillment Center, это использование складских площадей. Не важно, какой у вас склад. Я сейчас делаю в нашего франчайзе склад, точнее, вместе с ним мы делаем, запускаем этот склад. Он там 500 с небольшим метров, наш склад 5 с 300 метров, есть склады, соответственно, 25 тысяч квадратных метров. В принципе, не важно, какого размера склад, важно понимать, что на этом складе должны быть вот эти определенные зоны выстроены и должно быть понимание, как вы эти складские площади будете использовать. Важно понимать, что Fulfillment Center должен быть несколько универсален, что ли, то есть должен работать с различными товарными категориями, потому что если он будет сосредоточен на какой-то одной товарной категории, то выпадение от какого-либо клиента может привести к коллапсу всего склада. А принять нового клиента будет, допустим, даже неэффективно. То есть если Fulfillment Center сосредоточен на работе только с крупным баритом, то переход на мелкие товары может быть для него не совсем эффективным в силу того, что те площади, те ресурсы, то оборудование, которое у него есть, не заточены под работу с мелкими товарами. То есть он будет неэффективно использовать свое складское пространство в силу этого. Тут важно, соответственно, считать коэффициент полезного использования, глубину и высоту полок, ширину технических аллей. Опять-таки ширина технических аллей и проходов еще зависит от того оборудования, которое на складе будет использоваться. В случае там с палетными, стеллажами, там вообще, в принципе, очень широкая линейка того, что вы можете использовать в качестве оборудования. И, соответственно, от этого зависит ширина аллеи. Вы можете использовать узкопроходные штабелеры, вы можете использовать самоходные штабелеры, вы можете использовать ручные штабелеры, вы можете использовать вообще, знаете, как его, как называется, большие такие подрузчики. И от этого будет зависеть ширина аллеи, потому что в самом минимуме это будет метр восемьдесят, а в максимуме с балансировочным подрузчиком там и трех метров зачастую может не хватить. Ну и, соответственно, использование высоты. Важно понимать, что хороший склад, он, как правило, высокий склад в России. Почему в России хороший склад, высокий склад? Потому что в России мы платим налог на квадратные метры. Вот представьте себе, что в Подмосковье у вас там склад десятитысячник, и, естественно, сейчас по стандарту склады идут с 12-метровыми потолками. 12 метров никому не нужно, нет таких у нас гигантов, которые бы работали на высоте 12 метров. Окей, ставятся палетные стеллажи, ставятся погрузчики, и здесь история понятна. Но зачем высокий склад складу фуллфинмента? Если важно, чтобы товар был в доступе к подбору человеком? Ну, к сожалению, в России мы пока роботизированную систему не особо освоили, поэтому в основном у нас, соответственно, ручной подбор, и подбор должен быть доступен человеку. Итак, а почему, соответственно, зачем в складу фуллфинмента высокие потолки? Да, потому что, как я уже говорил, так как мы платим налог на недвижимость с квадратного метра, складу не выгодно, соответственно, строить многоуровые склады. А гораздо проще, лучше поставить временные стеллажные конструкции, так называемые мезонинные конструкции, и, соответственно, использовать высоту таким образом. Поэтому, если мы говорим о складской аренде, ставке складской аренде в московском регионе, мы понимаем, что в Москве там стоит арендная ставка за квадратный метр подороже, в Подмосковье подешевле, и, кажется, там разница не особо велика. Допустим, в Подмосковье там цена может быть 6,5, там от 6,5 до 8 тысяч рублей в год за квадратный метр, а вот в Москве там, ну, тот самый франчайзи снял склад по 9,5 тысяч рублей за квадратный метр. Разница, в принципе, невелика. Казалось бы. Но в Подмосковье за, там, те же самые 7 тысяч вы возьмете склад с высотой потолков 12 метров, а в Москве у вас до перекладины, до высшей точки на складе будет максимум 6 метров. Таким образом, соответственно, по эффективности объема хранения подмосковный склад начинает выигрывать более чем в два раза. Правда, для того, чтобы использовать объем, необходимо применять специальное дорогостоящее оборудование, то есть, закупать дополнительно еще стеллажи. вот по поводу универсальности с full-print оператора и работ с товарными категориями хотелось бы отдельные два слайдика показать. Вот возьмем, к примеру, работу с мелкогабаритом и, соответственно, большим ассортиментом артикулов, которые необходимо обрабатывать. Для того, чтобы обрабатывать небольшие товары и иметь большой ассортимент, необходимо иметь много так называемого фронта, то есть, необходимо много иметь места, доступного для подбора комплектовщиков. Соответственно, большая глубина в таком случае не играет большой роли и, соответственно, необходимо иметь достаточно узкие полки, главное выложить товар для того, чтобы комплектовщик его взял. При этом сохраняем как данность, что аллеи для подбора будут иметь одинаковую ширину с другим примером. То есть, вот эта ширина аллеи между полками, она будет составлять, допустим, в разных случаях это от 80 до 110, кто-то делает больше, правда, это уже не оправданно, сантиметров. Таким образом, вот на неком условном кусочке склада подполки будет занято 16,9% складской площади. все остальное будет занято воздухом. Это будет пространство для перемещения товаров и людей. Ну, это не очень эффективное использование такого пространства. Можно использовать и более эффективно. Соответственно, сделать более глубокие полки. но в таком случае у вас будет меньше фронта, меньше полок, доступных к подбору товаров для криптовщиков, но при этом, соответственно, эти полки будут иметь большую глубину, если товар ходовой, соответственно, у вас будет больше, как бы сказать, у вас на определенном участке полки, в определенной ячейке будет храниться, соответственно, один артикул и, соответственно, можно будет подбирать его в заказах удобно. А если товара немного, то глубина хранения за фронтом будет использоваться неэффективно, и тогда вся эта история будет дико неэффективна. Но при этом увеличение ширины полки в два раза с 30 до 60 сантиметров приводит к тому, что у вас увеличивается полезное, точнее, не полезное, а увеличивается процент площади склада занятого под хранение. То есть, опять-таки, вся эта история, она про то, что логистика наука компромиссов. Вы можете более эффективно настроить хранение, то есть, сделать больше мест хранения, но при этом, соответственно, у вас будет затруднена комплектация, потому что, если вот на таком складе, как на этом слайде, размещать множество различных артикулов с маленькой глубиной хранения, вам придется в одной ячейке хранить не по одному товару, не по одному артикулу, а делать мультиячейки. Но в таком случае у вас будет затруднена операция комплектации, а в случае с узкими полками и большим количеством фронта, у вас будет просто больше площади потеряно на аллее, как говорил, пространство, занятое для перемещения товара и людей. В общем, это такая интересная задача фулфинт-центра, каким образом выстроить ему свое оборудование, своей площади для того, чтобы обслуживать клиентов по причине того, что, как я опять говорил, клиенты могут появляться, исчезать, могут расти очень сильно и, соответственно, ты никогда не угадаешь, какие в данный момент тебе стеллажи собственно понадобятся, какие тебе полки понадобятся. Но при этом, если у тебя полки находятся под товаром, что-либо сделать с ними уже практически невозможно, потому что для того, чтобы даже передвинуть немножко стеллаж в сторону, это необходимо снять товар, фактически провести инвентаризацию, потом снова его разложить, это долгие операции, за которые клиент вам естественно не заплатит и Fulfillment Центр соответственно решает такие вот задачи фактически на старте, понимая, что универсальность, она, конечно же, всегда проигрывает экспертизе, но выигрывает в сменяющейся парадигме клиентов и категории товаров, с которыми ты работаешь. Учет товаров важный тоже элемент в работе Fulfillment Центра. есть два полярных, два полюса в работе, это артикулярный учет и презентулярный учет. Многие Fulfillment Центры работают с артикулярным учетом, опять-таки, в силу того, что это простой способ учета товаров и легкий вход товаров на склад. Я знаю Fulfillment Центры на российском рынке, которые работают по экземплярным учетам. Такой подход позволяет им фактически в любом момент времени сказать о товаре все, что необходимо знать. То есть, когда такой товар поступил, от какого поставщика, какому клиенту принадлежит, вообще покидал ли этот товар в склад. Потому что по экземплярным учет предполагает, что на входе любой товар, который заходит на склад, оклеивается стикером с индивидуальным штрих-кодом, с индивидуальным номером. Есть еще партионный учет, но фактически по своей сложности он идентичен по экземплярному. Единственное, что на товар клеится не уникальный штрих-код, а штрих-код партии. Ну, как я уже говорил, та же самая история по скорости и по стоимости это идентично по экземплярному учету. Есть способ сделать приемку быстрой и дешевой, но при этом соответственно знать о товаре все, что необходимо знать современному фулфин-центру, это, соответственно, партионно-артикулярный учет. Когда товар принимается артикулярно и размещается в уникальные ячейки хранения, отличные от ячеек, в которой товар такой же был принят в другой партии. То есть, грубо говоря, если ко мне пришла партия сегодня компьютерных мышек, я эту партию принял артикулярно, разложил в ячейку B, ну, к примеру, B, и, соответственно, она там лежит. И у меня есть информация, что она была принята 21 марта 2023 года, и, соответственно, вся эта информация у меня в системе занесена. Если завтра мне приходят такие же мышки, я их разложу, я их приму точно так же артикулярно, но разложу не в ячейку B, а в ячейку C. И сочетание вот этого артикулярного номера и ячейки C расскажешь мне, что я их принимал не 21, а уже 22 марта, и, соответственно, всю эту историю, как в случае с презентлярным учетом, я могу размотать дальше. Европейские фулфинанс центры идут дальше, они в случае с, точнее, именно таким образом ведут свои дела, но на этапе упаковки оклеивают каждый товар уникальным штрих-кодом фактически делают экземплярный учет для того, чтобы получить информацию о товаре, который приходит с возвратом. Основа основ любого современного склада это терминал сбора данных. То есть, если мы говорим о ручном подборе, то человек должен быть всегда оборудован фактически компьютером. Терминал сбора данных это рабочее место комплектовщика, кладовщика любого, с помощью которого он может разместить товар, подобрать товар, узнать о товаре, где он должен лежать, и без него, собственно, никакие процессы не происходят, потому что в любой момент времени на современном фулфинанс центре любой товар к чему-либо должен быть привязан. Как только он поступил на склад, он должен иметь привязку к месту буферизации, к месту хранения, к месту подбора, к месту сортировки, к месту упаковки, и так до тех пор, пока он не окажется в конечном заказе, который пойдет к клиенту. Только такой подход гарантирует, что вы, что фулфинанс центр с высокой точностью правильно исполнит заказ, который поступил от интернет-магазина. А здесь как раз важна высокая точность, потому что если в оптовой поставке ошибиться на 1%, то это в принципе ничего по-хорошему не изменит. Ошиблись, сделали торт-2, соответственно выправили остатки, продолжаем торговать, так или иначе те вещи, которые были пересортом или недостачей, или же какие-то излишки были, они продадутся и все будет хорошо. В случае с конечным потребителем, с интернет-заказом, в случае если клиенту пришло что-то не то, или не пришло вовсе, то это большой скандал и очень много гневных комментариев от него. Все мы не любим получать неточные заказы, когда что-то делают неправильно. Приемка товаров, которые происходят на складе, это самый важный, самый, извините меня за такое слово, муторный процесс, потому что фактически в этом процессе заимствованно из IT принцип ГИГО. Гарбич ин, гарбич out. То есть если на входе у вас мусор, то и на выходе будут проблемы с отправкой такого товара. Весь товар, который заходит на склад, должен быть маркирован. Если он не маркирован, он должен быть распознан и маркирован. Соответственно, на складе такие товары принимаются по количеству. Если клиент высылает какой-то регламент на приемку по качеству, принимается по качеству. В нашем случае, в нашем фулфинмент-центре мы обязательно снимаем весогабаритные характеристики товаров, производим техническую фотосъемку. В случае необходимости, как я говорил, маркируем. Ну и, соответственно, в случае необходимости, а эта необходимость зачастую почти стопроцентная в отношении заказов фулфинмента, заказов маркетплейсов, если это FBO, это еще и доупаковка. То есть тут отдельная история. Я, к сожалению, когда мы проходили слайд в биопреп-центре, не упомянул, но маркетплейсы очень много требуют до упаковки товаров по правилам. Своим правилам, то есть это термоусадка, это попрычатая пленка, все это прям тщательно им отслеживается и, дай бог, сделать неправильно. соответственно, для нас самыми инструментами важными на приемке являются складские платформенные весы и вот линейка для снятия габаритов. Это одно из наших нау-хау. Есть множество приборов, которые позволяют быстро и точно измерить товары или же отправления. Мы используем самый простой из них, это линейка штрих-кодов. С помощью трех кликов терминала сканера мы, соответственно, заносим информацию о габаритах отправления в систему. Следующий процесс это хранение. Соответственно, здесь важный момент, что товар правильно разложить это тоже большая задача. То есть, чем ближе находится ходовой товар, тем быстрее собираются заказы. Важно понимать, как вы будете размещать товары, на каких полках, какие стеллажи, какое будет оборудование. Если вы являетесь смертным, то необходимо смотреть на складе Full Twin оператора, какие решения он использует, потому что здесь очень много нюансов. Если на складе Full Twin есть необходимое оборудование для работы с той категорией, которой вы собираетесь работать, то это большой плюс, потому что не придется Full Twin центру идти на компромиссы и возможно иметь какие-то последствия ошибки в работе. что такое золотая зона хранения, как я уже говорил, размещение товара как можно ближе к сортировке и кроме всего прочего в каждой аллее также присутствует своя золотая зона, потому что все мы люди имеем ограничения по росту и физически неудобными являются места хранения, которые находятся снизу, в котором надо нагибаться и сверху, за которым надо тянуться, а самые удобные, как в супермаркете, где нам выкладывают самые дорогие, самые журнальные для супермаркета продукты, это полки, которые находятся на уровне наших глаз, на уровне груди, потому что с них проще всего подобрать товары. Следующий процесс, который присутствует на складе Fulfillment, это, собственно, комплектация. Комплектация может производиться, тут я разделяю две такие школы, американскую и европейскую, американская школа, это подбор заказа индивидуального, то есть ведет подбор так называемый pit order, когда собирается сразу заказ, что это такое, это когда вот есть заказ из трех штук, и мы знаем, что эти три штуки лежат в определенных ячейках, надо к комплектовщику подойти последовательно к этим трем ячейкам и собрать заказ. Такой подход, он самый простой, но при этом и самый неэффективный, потому что с точки зрения труда комплектовщика это постоянная беготня и постоянное возвращение к одним и тем же полкам. Есть другой способ подбора, это европейский способ полновой подбор, когда определенное количество заказов собирается в одну волну, то есть я собираю вместе товары 30-50 заказов, там допустим в 50 заказах находится 150 товаров, и вот 150 товаров я сразу собираю. Таким образом, комплектовщик, во-первых, уменьшает пробег по складу, во-вторых, обращается к одним и тем же популярным ячейкам один раз, а не несколько, и соответственно его труд гораздо более эффективен, и нужно иметь много комплектовщиков в зоне хранения. Но при этом соответственно возникает еще один процесс сортировка. В Америке, конечно же, тоже пытаются увеличить эффективность труда ручного, если это ручной труд подбора путем работы с так называемой мультизаказной тележкой. Мультизаказная тележка, это когда фактически те же самые волновые заказы, заказы порядка 15-20 объединяются в один, но они не объединяются фактически вместе все товары, а товары фактически назначаются в одну тележку. И каждой ячейке тележки соответствует определенный заказ. И маршрут выстраивается таким образом, чтобы комплектовщик, проходя по определенному маршруту, соответственно собирал в ячейке все необходимые товары. такой подход тоже имеет место быть, он весьма эффективен, за исключение того, что тележка недостаточно гаворитная и таскать ее по всему складу весьма непросто. Поэтому волновой подход объединяет все товары в один, но при этом появляется так называемая сортировка. Сортировочная стена представляет собой, как правило, самый простой ее вариант, стеллаж двухсторонний. С одной стороны закладывается товар, с другой стороны забирается упаковщиком. В ячейке товар закладывается по принципу работы волны, то есть сортировщик берет, указывает, с какой волной работает и, соответственно, сканирует товар. Система ему подсказывает, какую ячейку товар необходимо положить, и так до тех пор, пока все товары заказа, назначенного на эту ячейку, не будут собраны. Ну, и вы могли обратить внимание, что мультизаказная ячейка фактически представляет собой, мультизаказная тележка представляет собой фактически такую сортировочную стену. Единственный момент, что комплектовщик вынужден будет ее таскать за собой по всему складу. Упаковка важный элемент в работе Fullscreen Center. Кто-нибудь получал вот такую вот посылку? Сейчас посмотрите, пожалуйста. Большая коробка, в ней лежит что-то очень мелкое, и, соответственно, много мемов в интернете появляется о том, что вот, смотрите, как собирают там и называется какой-нибудь интернет-магазин или маркетплейс. Происходит так не по причине того, что там кто-то что-то напутал, а может банально закончиться тот или иной вид упаковки, или же таких заказов не такое большое количество в маркетплейсе, что можно пренебречь издержками, которые появляются в ходе исполнения такого заказа. То есть не отказаться от заказа, а сделать его с большими издержками, но тем не менее сделать. Fullscreen Center современная работает с достаточно большой номенклатурой типоразмеров упаковочных материалов, это могут быть различного размера гофрикораба, это могут быть сейф-пакеты, это могут быть другие способы упаковки, но тем не менее это важно посмотреть, с какими Fullscreen Center упаковочным материалом работает, сколько различных типоразмеров, для того, чтобы убедиться, что заказ, который будет выслан в Fullscreen Center будет максимально эффективно упакован и максимально экономично, потому что потери при упаковке заказа будут не только в большую коробку, не только на этапе упаковки, потому что упаковочный материал уйдет больше и коробка будет стоить дороже, но и на этапе доставки этого товара заказа клиенту, потому что повесская служба тоже берет деньги за объем. До упаковочного материала могут применяться совершенно разные, но самый ходовой, самый любимый вид до упаковки в российской действительности это крафт-бумага, почему? Потому что пузырчатая пленка, воздушные пакеты все хороши для стран с достаточно теплым климатом. У нас зима полгода и соответственно все мы знаем, что на морозе воздух имеет свойство уменьшаться в объеме и воздушные пакеты превращаются просто в пакеты, что приводит к повреждению товаров в упаковке и дальнейшим соответственно разборкам с клиентом, что вы мне на складе положили уже битый товар, потому что при заходе клиента в дом воздух нагревается, пакеты надуваются и вроде бы как до упаковочного материал весь в готовности сохранить товар, а вот товар уже побит. Ну и еще один важный последний, но не последний по важности процесс это обработка возвратов. Если возвраты не обрабатывать, то это может стать причиной гибели интернет-магазина в том смысле, что любой товар, который уехал в сторону клиента, не обязательно будет им выкуплен, не обязательно будет даже забран, если этот товар был предоплачен и соответственно важно понимать, что товар, который уехал в сторону клиента, это все-таки деньги предпринимателя, деньги мерчанта, которые были заморожены в этом собственном товаре. И если его оперативно не вернуть на полку и не вернуть в продажу, то эти деньги могут быть просто потеряны. Поэтому обработка возвратов это важный процесс, нужно смотреть, как фулфинн-центр работает с возвратами. Собственно, наверное, на этом все, потому что остальные вещи, ну, можно еще долго говорить о KPI, которые есть на складе фулфинн-центр, но я боюсь, что сейчас я уже по таймингу не успеваю, но важно понимать, что в сутках 86 тысяч 400 секунд, а на самом деле в смене 28 тысяч 800 секунд, и тут важно понимать, что есть еще позапрошлого века методы, есть знаменитый такой апологет научного метода подхода в менеджменте Фредерик Тейлор, который, собственно, придумал нормирование различных процессов. Важно понимать, сколько процессов на складе идут, и сколько требуется людей для того, чтобы эти процессы шли, для того, чтобы правильно грамотно скалькулировать стоимость. Многие появляющиеся на рынке зачастую погибают из-за того, что просто-напросто не умеют посчитать стоимость и себестоимость процессов на своих складах. Для того, чтобы определить стоимость, зачастую просто смотрят ценники, выставленные вовне другими фулфинными центрами, делают на них скидку, и, собственно, что же мы не сделаем подешевле, всякого сумеем, надо стараться, и это приводит к катастрофическим зачастую последствиям, поэтому важно уметь считать, причем важно уметь считать не только фулфинным центром, но и клиенту, мерчанту, для того, чтобы правильно оценивать, а немного ли берет фулфинным центр за свои услуги. Но комбинаторная задача рюкзаке это важность понимания того, что две вещи, сложенные в один заказ, не всегда будут занимать сумму этих объемов, потому что короба имеют свои физические ограничения, а не каждый комплектовщик умеет хорошо играть в Тетрис. На самом деле на этом у меня все, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Леша, спасибо тебе огромное, слушай, еще раз как будто в экскурсии побывал, я знаю, что мне какая мысль пришла, а меня слышно? Да, да, слышно. А, супер, может быть делать какие-то экскурсии к вам на реворкер, собирать предпринимателей, которые хотят в этом направлении двигаться вживую все это смотреть, мне кажется это было бы мощно, вот сейчас сегодня твой доклад был с точки зрения как например сделать свой фулфилмент центр, я наверное понимаю к чему все это идет, потому что ты начал с того, что маркетплейсы они растут и на самом деле буквально сегодня PSB делает свой маркетплейс и то есть количество площадок будет расти, а селеру, чтобы не тупить, чтобы товар где-то не завис, как раз и должен пользоваться фулфилменты, чтобы грамотно управлять этими потоками, как раз в связи с ростом маркетплейсов и сервисы, которые их обслуживают, это конечно очень круто, а селеру наверное что важно пользоваться мне как кажется, что вы реально не зависли где-то, не потеряли товар на каком-то валберсе или озоне, а фулфилмент вам оперативно собирать, понимая сложности работы с каждым маркетплейсом, понимая как это можно быстро упаковать и все сделать, тем самым вы может быть и больше будете терять на транзакциях, на операциях, но всегда будете выигрывать в том, что у вас товар под рукой, вы понимаете как его быстро продать, а не как его от площадки забрать себе или выкупить, это очень круто. Слушай, ну что, хочется пожелать, а слушай, еще вопрос услышал такой момент от тебя, вы сейчас стали франшизу развивать? Да, достаточно давно начали развивать франшизу, разместили, как бы сказать, на то франшизу, свою франшизу, было много... Василия? А? С Василием работаете? Да, он разместили, получили кучу заявок, к сожалению, заявки в большей степени поверхностные, сейчас зацепились за несколько серьезных ребят, которые действительно там горят, и делаем сейчас историю, посмотрим, как получится. А есть ли какой-то приоритет по городам, например, по конкретным городам, может быть, по численности населения, какой-то свой план есть развития вас? А на самом деле, смотри, чем ближе находится преп-центр или же фулфимент центра к март-плейсу и сейчас развития, то фактически это повторяет географию тех же самых фулфимент центров. Я понял. Ну, просто, видишь, мы часто катаемся в разных регионах, чтобы как-то здесь полезным быть. Ну что, желаем командир-воркер развития, побольше центров, конечно же, обязательно приду на экскурсии еще раз, и я думаю, за кадром мы уже с тобой обсудим, как это сделать, чтобы какие-то групповые, может быть, периодически делать с к вам выезды, потому что вы клевая команда, у вас клевая работа, и когда ты видишь это своими глазами, прям вот кайфуешь немоверно. Спасибо огромное, что был на эфире, еще раз с рождением ребенка, чудесы, волшебства. Спасибо. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok